И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я вас приветствую с Ходячей Крепости на сервере Тамагочи с модом Анунаки. Да, вот он мой бронто-чемпион. В общем, постигал нас тут, в частности, меня и вот этого Рудольфа. Очень-очень-очень серьезные приключения. Ну а сначала хотелось бы спросить, какого фига? Смотрите, две рампы ставлю, третью не могу. Нельзя разместить деревянную рампу, это, в общем, находится слишком далеко. Какого ляда? Я специально заменил вот эти вот, то есть я ставил все из S+, потом убрал, поставил металлические и обычные рампы. Какого фига не ставится? Сбоку ставлю максимум три. Чё за фигня? Как сделать? Как на него забираться? Вообще без понятия. В общем, народ, без вас мне точно не разобраться. Вот, я вообще рассчитывал на то, что будет четыре фундамента влезать. Не влазит, зараза. Чуть-чуть, а не влазит. Скотина. Вот, рассчитывал, что будет шесть. Пф, облом. Нифига не шесть. В общем, одно сплошное разочарование. Ну да ладно. И так, хорошо. Здесь была идея, конечно, поставить окно. Я думаю, все-таки подумал, что залазить отсюда намного удобнее. Кто там лазит? О, элитный. В общем, такая вот ходячая база. И как вы думаете, куда мы идем? Ну, конечно же, идем в болото. В болото. Так, во-первых, что бы мне хотелось бы сразу проверить. Давайте-ка. Такс. Если затонул, то все, кто были на нем, взлетели. Ясно. Фигово. Плыви, 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 плыви. Оп, не зацепился. Ну ладно. О, твою мать, ты что там летаешь? Все, нормально. Рудольф на месте. Так, ты же ходишь, не летаешь. Рудольф на месте, так что все хорошо. И, в общем, конечно, неудобно, кстати. Вот, это самое максимальное отдаление. И смотрите, ну просто, черт побери, неудобно. То есть приходится на Альте только передвигаться. То есть направляешь, и на Альте его передвигаешь. Неудобно, не спорю. Но, кстати, зато плавает быстро. И на том хорошо. Так вот. В общем, вчера у меня не получилось. Я же говорил, что на следующий день все дела. Не получилось у меня вчера ничего сделать. Потому что администраторы убирали элитных змей. Да, это круто. И также сказали, что элитных пираний. То есть сервак облегченней стал. И, собственно, паучихи назад вернулись. С эти огромные паучихи. Так что это кайф. Кстати, насчет моих лагов, провисов и так далее. Держите у себя на компьютере обновленные драйвера на видеокарту. И проблем будет поменьше, по крайней мере. Вот мой ответ на это все дело. Обновил драйвера. И реально я хотя бы могу теперь на своей базе находиться в нормальном состоянии. Вот. То есть без лишних заморочек. Ой, твою же мать. Как же мне на тебе неудобно ходить. Что же еще? Что же еще? Что же еще? В общем, давайте перейду к приключениям. Полетел я, в общем, на Рудольфе. Снимать серию. Загрузился, полетел. Ничего, такой, думаю, все хорошо, прекрасно. Полагаю, конечно, сильно. А драйвера же еще не обновил. Вот. Я буквально вот сейчас додумался обновить перед записью. Ну так вот. Что в итоге получилось? Опять начало лагать все дела. Потом начали перезапуски. Администраторы очень много перезапускали. Тестили перезапусканием. Дико извинялись. Но это понятное дело. Ты, как говорится, изменил настройки конфиг. Просто игры, грубо говоря. По-другому это не назвать. А, лёблин. О. Конечно же, надо это перезапустить и затесить. Ну вот. Ну да ладно. Не в этом-то вся проблема. Чё за нафиг был? Ну ладно. Вот. Не в этом-то вся проблема была. Проблема была в том, что я дебил. В общем, полетел я на базу. Думаю, ну чё. Лягут она спать пораньше. Лёг спать пораньше. Вот. Лечу я, понимаешь, лечу. И перед водопадом, как вы помните, да, там есть такой островочек. Там змей появлялись. Ну и решил змей убить. Убил змей. Угу. В общем, подлетаю к Рудольфе. И такой, хоп-хоп, змей. Одну убил, вторую убил. Я тащу, думаю. И одна овца. Шлёп-шлёп-шлёп. Твою мать. Улаги. Всё, Рудольф валяется. Я валяюсь. Чё делать? Молюсь, чтобы быстрее сдохнуть. Ей-богу. Единственные только мысли были. Сдохни побыстрее. Килл, конечно же, нету, как в Расте. Ну, что поделать? Вздыхаю кое-как. Змея всё-таки добивает меня. Лечу, мочусь. Для Дрейка. Бах. Седло пропадает. Твою мать, какого фига? Седла нету. Тебе пишут. Я матерюсь, конечно, в чат. Культурно. Но матерюсь. Матерюсь в чат о том, что какого ляда у меня седла нету на треке. Ой, там типа отойди подальше, подойди поближе и всё нормально будет. Или додон. На, всего лишь лидком. Вот. И всё нормально появится. Какого фига? Забегая по-быстрому, сдаю новое седло. Теперь у меня два седла. Вот. Сдаю новое седло и побежал. Закидываю на него седло. Полетел. Сам молюсь, чтоб Рудольф мой жив был. Хэштег Рудольф живи, грубо говоря, да? В общем, подлетаю. Всех просто на ярости. Раскидываю всех змей, тварей, тех тупорылок. Раскидываю. И всё. Смотрю, вокруг никого нету. Слава богу. Сажусь рядом с Рудольфом, смотрю, 3000 здоровья. Вот сейчас смотрите. У него осталось 3000 здоровья. Смотрите, сколько у него здоровья. 16 тысяч. Прикиньте! Прикиньте! Я успел. Я думаю, твою мать, как ж мне повезло. Ну, тут, короче, змея выруливает одна из путешков. Шлёп по Рудольфу. Думаю, ах ты овца. Ну, я, конечно, её раскидал, всё нормально. По-быстрому вокруг застроился. Всё хорошо, чтобы не это, ничто никак. И Рудольф ждёт. Отлично. Делаю, короче... Уже, кстати, дошли в итоге, пока рассуждал. Делаю хелсу, чтобы выхилить его. И вот это, агильте в устр. Блин, твою мать, я его создаю, но не читаю. А он всего лишь на всё, выносливость на максимум делает. Мне нужен вот этот детекс. Я возвращаюсь, бегу на базу. В итоге, в чём суть? У меня заканчиваются белые ягоды. Стимулятор делается из белых ягод. Я лечу обратно до Бронта. Сейчас, собственно... Ну, Бронта на Подкове. А я, собственно, сами знаете, где всегда нахожусь. Примерно 60 на 20. Даже 60 на 15. И, в общем, я через всю карту лечу до Бронта. А, кстати, островочек вот этот, он даже на карте обозначен. Это примерно 60 на 40. Видите? Немножечко островочек вот этот. В общем, Рудольф там. Я несусь обратно до Подковы. Хватаю у Взбронта все ягоды. Несусь обратно на базу. Делаю стимуляторы. Создаю детекс. Несусь обратно к Рудольфу. У него как раз с помощью бутыря восстановило здоровье. Конечно, не сразу. Нужно было подождать. Как раз тот момент, когда эта змея укусила и Рудольф. Я закинул в Рудольфа хилку. Только всё прошёл этот эффект. Только начало сбрасываться торпор. Я, собственно, хилка сразу же заюзалась. Всё хорошо, всё замечательно. О, вот это уже неплохо. Туальникс перисположен. Отлично. Всё замечательно, всё хорошо. Декс. Потом летает. О, Аргентальдс. Всё замечательно, всё хорошо. И, собственно, прилетаю к Рудольфу. Его останавливаю. Всё просто супер. Он жив. Все живы. Всё просто хорошо. Я с облегчённой душой говорю. О, смотрю на время. Твою мать, я два часа воевал за жизнь Рудольфа. Я реально. Я почувствовал, что... Насколько же у хирургов неблагодарна работа. Реально, я себя каким-то хирургом почувствовал. Потому что я реально боролся за жизнь Рудольфа всё это время. И не знал, что делать. Не знал, выживет он или нет. И, честно, я не завидую врачам, вот этим хирургам, которые борются за жизнь. По-другому это не назвать. Так вот, это первая история. Вторая история уже случилась сегодня. Я лечу со своей базы и думаю, о, я же это, уже установил драйвера. Я такой, о, надо поставить настройки, короче. Типа настройки я, вот это уменьшил настройки. В итоге так я ничего не изменил. Я имел в дальность прорисовки, я хотел наивик поставить. Ну и что, захожу в опцию, нажимаю выход в главный меню. А я в полёте на Рудольфе. И такой думаю, твою мать, дебил тупой. Ну, благо были парашюты. Ребят, всегда держите парашюты вот так на быстром слоте. У меня тогда были парашюты, я как раз их поставил парашюты на быстрый слот, и всё хорошо. В общем, прилетаю, а точнее загружаюсь и лечу я. Открываю парашют, добегаю до базы, сажусь на Дрейка. Летаю, летаю, летаю вокруг. Найти не могу, думаю, ну чтоб тебя налево. Открываю, смотрю, он живой ещё, не сдохший. Вот, видите, да, как я тут мудровал. Ну вот, кстати, вот это металлические фундаменты, это я тогда... Ну и единственное, что было, это металлические фундаменты в руках. И в готовых, и стены. В общем, я из металла, короче, делал клетку от змей и кое-как защищался. И, кстати, Дрейк и змеи даже на второй этаж залазят. Вот, твари. Вот, и вот здесь-то у меня уже... Это я уже сейчас экспериментировал с этой плотиной. Ой, плотиной. Базой, базой, ходячей базой, конечно же. Эй, алё, ты чего не поворачиваешься? А, погоди. А, во, отлично. Потому что панель это снизу показывается, а сам не двигаюсь. Так, отлично. Давайте смотреть, что. В общем, кое-как я нашёл, кое-как пришёл. Всё нормально. Думаю, ну, слава богу, живой. Жив цел, как говорится, орёл. Так, я так не вижу. Что, у меня лутает? Давайте смотреть сначала. О, редкие грибы добываешь. Отлично. Молодчик. В общем, что? У Бронта, чемпиона Бронта, и в целом Бронта, две атаки. На правой кнопку мышки альтернативный удар. Он делает вот такой замах и топает. Этот, во-первых, он всех раскидывает вокруг и сильно раскидывает. Кстати, видите, да? Змей нету. Прикиньте, змей нету. Их количество пофиксили до нормального. Спасибо админам. А, нереально, пофиксили. Вот, смотрите. Хопаньки. Э, алё, блин. Пошли вон. Твари, пошли всего. Вы набежали, уроды, блин. Пошли нафиг, я вас не вижу. Я вас не вижу, вас нету. Не, нафиг. В общем, альтернативный удар. Он топает, он дамажит сильно, и в целом дамаг получается примерно около 300. Если же я обычную атаку ударю, то он просто машет хвостом и бьет 228. Да, 228, 228. Сейчас напишите в комментариях, 100%. Я знаю вас. Так. Сейчас он так сделал, короче. Смотрите, вот. Алё, блин. О, кстати, грибочков уже не килом собрал. Так, использовать. Во-первых. Подожди, подожди. Нормально, у тебя здоровья дофига, я тебе здоровья вкачивал. Алё, блин. Ну-ка, в дар ему по самые глонды воткни. Ему свой копыт об уголок ему. Вот так вот. Обломитесь, короче. Фиг он нафигу не будет, а не 228. Такс. Блин, я дамаг не вижу. А-а-а, он спереди атакует. А этот козел сзади. Ну на, тогда тебе сзади. А теперь ты спереди. Ну на, тогда тебе спереди. Нет. В общем, самая лучшая атака это хвостом. Обычный удар, он слабенький, но скорость удара быстрее. И получается, он не сильно далеко отталкивает врага. Тем самым он, то есть, ну, больше дамажишь. Больше, ДПС больше, по-простому говоря. Вот, сарка завалили. Отлично. Там кто-то еще ползал. Нет, все. Отлично. Трупешники. Трупешники. Отлично. Давайте дальше смотреть, что я тут могу сделать. Ну, редкие грибочки, как мы видим, он уже собирает. Это отлично. Так, Рудольфик сидит, все как положено. Причем он собирает редкие грибочки, что так, что так. Кстати, ну-ка, Ctrl, ничего. C, X, C, ничего. И пробел тоже ничего. Отлично. Ну, редкие грибочки сравнительно хуже собирает, чем Анкило. Это стоит сразу же заметить. Так, и давайте-ка я, наверное, лучше... Алло, иди отсюда. Мелочь пузатая. Ты что, я тебе сейчас, Рудольф, сам голову вскрою? Он у меня и так уже настрадался. Так. Рудольф, настало твое время. Иди сюда, летающий тварь. Я тебе сейчас голову вскрою. Вот тварина, а, под платформу залетела. Ну что за фигня. Лови, фашист! Видишь ты, беспредельщики? Очень маленький дамаг, тем самым очень дерьмово что-либо им сделать можно. Единственное, что вывозит, это огромное количество здоровья, что означает намного легче как-то вывезти. О, какой большой лава. Ладно, сейчас подойду к цветочкам уже. Такс. Ну, вроде как уже поближе встали, но опять-таки же только редкие грибы. Э, алю, блин, кто-то меня дамажит. Жаба! Диморфодон! А, ну у тебя 160 на 1000, нормально. Это все фигня. Пиявка! Да ладно! Вот я залез куда. Я вообще-то тут, это, цветочки ищу. Шли всего нафиг. Не, реально, легче на анкиля. База-тоходячая, это хорошо. Но, реально, моя анкила лучше тащит в этом плане. Тем более она бодас, все дела. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да пошли вы в жопу все тут. Алю, блин, я наступить нормально не могу. Во, вот это я понимаю. Тяжело. Да, у Бронта не хватает, домогает на 100%. Так, ну, кстати, долбаные жабы по-появлялись. Ну-ка, это эти камыши. Редкие грибы обратно. Угу. Цветочка нету. Жаль. Основная проблема в этой ходячей базе, это неповоротливость и плохой угол обзора. Прикольный. Прикольный. В том плане, что прям конкретно хорошо, удобно, все дела. Но неудобно то, что плохо видно, куда идешь, плохо видно, что делаешь и так далее. Единственное, только вариант это вот так, но это тоже не вариант. Блин. Я хочу посмотреть, как он цветочки собирает, но в целом я одно могу сказать. Пока что не очень. Так, давай-ка прорыв сделаем. Кстати, альтернативный удар, чем хорошо можно двигаться, пока ты бьешь. То есть вот, я бью, и я все еще двигаюсь. Я бью, но все еще двигаюсь. И вот я снова бью, а я все еще двигаюсь. Но при этом, если жму на обычную атаку, то ему приходится тормозить. Опять тормозит и так далее. Но, мне кажется, что обычный удар, он собирает больше ягоды. Ну, как будто бы он ягоду собирает легче. Хотя, возможно, это просто мой глюк. Пошли все вон отсюда. Да уж. В общем, с отсутствием змей, я одно могу сказать. На анкиле пока что сборы идут лучше. Это лично для меня так вот. По крайней мере, за вот этот период, в который я вот здесь нахожусь, я на анкиле даже при присутствии змей собрал грибов и цветов намного больше. А я говорил, грибов или цветов. В общем, я сейчас тысячу цветочки собираю. Так, хорошо или плохо? Что такое хорошо, что такое плохо. Но! Все фигово. Вот, я уже... Какой? Четвертый цветок или какой я собираю? А толку ноль. Так, эфочка. Есть у меня цветы? Ягоды собираю. Грибов уже собрал сраного туча. А цветов еще ни одного. Как будто бы он вообще не умеет собирать. Но он должен собирать. Причем он может собирать. Я даже скажу так больше. Ну давай, да хоть один-то. Во! 150 редких цветов. Хорошо. Окей. Вот это ты, конечно, выдал. Просто за раз 150 редких цветов. Опять 150... Хорошо. Теперь уже сложно сказать, что же все-таки лучше. Точнее, кто же все-таки лучше собирает. Но опять-таки же, анкила быстрее, проворнее. И... Ну, дамаг у нее, понятное дело, побольше все-таки. Кстати, надо попробовать на альфа-чепра подобывать. Ой, опять что ли, Бадаза убил. Ну, что ж такое? Всех лигушек поубивал. И... Огромнейший, жирный плюс в сторону Бронта. С наездника никак не сбить. Ты попробуй, напрыгни туда. То есть, по болоту Бронта все-таки получше будет в этом плане. То есть, по безопаске. Ты реально по безопаске просто проходишь. Вот здоровье у него сраного туча. Вносливости у него ноль. Вот добегался, называется. Вот. Да, вот это вот все выкинуть нафиг. Хламье. Да уж. Поворот событий дня. Но он даже без выносливости может что-то делать. В общем, по безопаске, если хотите, без лишних заморочек. И без лишних, так сказать, жертв. Со своей стороны. То Бронта. Если хотите быстрее и результативнее, то Анкила. Все-таки я считаю, Анкила, она как-то побосявее в этом плане. Ну реально, просто скорость. Если вы не знаете, либо не видели, то на моем канале есть видео там про редкие грибы и редкие цветы. И я показываю, как собираются Анкилы и эти самые цветы. Я очень много времени трачу на то, чтобы отбиться. Но, это с одной стороны. С другой стороны, я могу отбиться. Тогда, когда Анкилой, Капразух, на меня, если нападет, то он сразу же схватится в горло. Вот у нас соточка схватится в горло, и я не смогу... Точнее, он меня с Анкилы сразу же собьет. Что означает, порой... Открутите... А, норм. Что означает, порой, не сильно полезным. 650, кстати, цветов. Это нехило. И это все-таки какой-никакой показатель. В общем, что я могу сказать. Если получится сделать так, что платформа... То есть, рампа опустится полностью вниз, чтобы можно было залазить. А вот это вот дерьмо, типа, слишком далеко от фундамента не будет, то... Бронта явно в плюсе. Потому что огромным плюсом идет огромный вес. А вторым огромным плюсом не достать наездника. Так, что вкачать? Давай вес, потому что тебе вес нужен. Не достать наездника. Третьим огромным плюсом тяжело убить. И это уже является таким плюсом, что уж лучше я потрачу лишние 10 минут на добывание ресурсов, нежели я потрачу лишние 10 минут на то, чтобы добежать... О, это что-то такое. А, там же анкил его. Лишние 10 минут на то, чтобы добежать до своего анкилы, потому что меня тупо сбили с наездника и убили. Вот, поэтому, как бы, в этом плане я считаю, что лучше всего по безопасочке и вот так вот пройтись, потихонечку побегать. Да, он добывает слабовато грибочки. Редко. Но, с другой стороны, он за раз добывает 100-150 штук. Что, довольно-таки, хороший показатель, я считаю. Хлам. Вот. Поэтому, как бы, опять-таки же, в пользу ходячей базы под названием Бронта, я ставлю всё-таки огромнейший жирный плюс. Потому что это... Я бы так сказал, того стоит. Единственный минус в том, что вот я не могу спуститься вниз. Я бы здесь уже такие вороны поставил бы огромнейший и вот такой вниз, такой, ух, спустился. Все дела. Вот. Но не ставится. Кстати, даже если по центру не стоят рампы, то всё равно она не спускается вниз. Так, ты же рампа, да. Ты рампа. Всё правильно, я ставлю на этот раз. В общем, народ, вот такие вот дела. Вот такие вот приключения и вот такая вот ходячая база под названием Чемпион Бронта. Кстати, напишите в комментариях, как можно назвать этого Бронта. Ведь всё-таки это реальный, реально огромная база. У меня сразу же единственная ситуация, ходячий замок Лапута. Вот. Ну да ладно. Это отдельная уже история. Да и не такой он огромный, если что-то пошло, чтобы так называться. В общем, я погнал своего Бронта до базы. Вот. Ну, а с вами я буду уже на этом прощаться. Да, вот так в подтёмках, но всё же. Я сделаю на нём такую же систему освещения, что довольно-таки будет неплохо. Вот. Поэтому я с вами буду, пожалуйста, на этом прощаться. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, потому что мне ваше мнение интересно. Адекватное мнение интересно. Вот. Что? На этом всё. Всем удачи и всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!